Валерий Павлович, сегодня стартовала уже ставшая традиционная в Нижегородской области народная медицинская премия. Каждый пациент может проголосовать за своего любимого врача в рамках этой премии. Как вы считаете, почему эта премия пользуется популярностью у нижегородцев из года в год? Наверное, это просто объяснить. Нет ничего более важного для любого человека, чем здоровье. И, конечно, общение любого человека с врачом происходит в непростых условиях, человек приходит с болью, со своими болячками, и у него настроение-то не очень хорошее. И врач должен и обязан, это его профессионализм прежде всего, поднять его дух, его настроение, оказать ему адекватную медицинскую помощь. Если сам не может, то он должен направить в то место, где это будет сделано. И самое главное, что должно сближать пациента и врача, это результат лечения и общения. Потому что даже обычное, такое нормальное общение, оно поднимает дух. Человек получает заряд своего душевного спокойствия, потому что именно сам организм человека, если он борется, а для этого врач, он не только должен быть терапевтом, хирургом, остальмологом, он должен быть еще психологом. И, конечно, те, кто получил лечение хорошее, и у него исчезли боли, исчезли проблемы, он будет всю жизнь благодарить того человека, который это сделал. И важно, конечно, как оценивают врачей, руководители, чиновники. Но самое главное все-таки оценка, это оценка самого пациента, тех, кто с ними проходит этот сложный, трудный путь. И вот эта премия, она поэтому себя и очень зарекомендовала, потому что большинство врачей – это энтузиасты. Энтузиасты – это люди, которые не жалеют ни времени, ни сил, ни нервов своих для того, чтобы оказать помощь. И они этим счастливы. И вот таких врачей нужно выделять, и выделять их как могут? Только пациенты. Друг другу они верят. Они не верят рейтингам всяким, а вот друг другу они верят. Они идут к этим врачам, которых высоко оценили, такие же люди, которые попали в сложные условия. Вот в 2014 году особое внимание на премию уделял сельским врачам, в прошлом году – кардиологам. А в этом году будет тоже какая-то особенность? Ну, это очевидно, потому что сельское население долгое время у нас было обделено и кадрами, и хорошими условиями. И когда мы создали трехуровневую систему, когда медицина на первичном своем этапе, там, где амбулаторно-клиническое обслуживание пришла, туда, на село в хорошем качестве, нам важно было и насытить эту систему, и оценить ее хорошо. В 2015 году, вы знаете, Владимир Владимирович Путин был объявлен как год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому такое внимание было к радиологии, к кардиохирургам в том числе. Вот в этом, в 2016 году, больший акцент будет сделан на онкологические заболевания. И связано это прежде всего с теми экспертными оценками, которые дают специалисты. Они предрекают, что в ближайшее время онкология все-таки выйдет на первый уровень по своей летальности. И, вы знаете, онкологические заболевания, они очень сложны в психологическом плане. Как раз с точки зрения процесса лечения. Потому что в сердечно-сосудисте быстро все происходит. Нет такой эмоциональной нагрузки. А здесь длительно и боли. И вот это все надо пройти. Плюс к тому, конечно, в любой отрасли медицины важна профилактика, диагностика и лечение. Вот эти три этапа, они очень важны. В онкологии это особенно важно. Потому что стопроцентное излечение от этого недуга возможно только при раннем обнаружении болезни. И вот мы по прошлому году 5% увеличили раннее обнаружение. Вроде бы это мало, 5%. Ну что это за цифра? Но это сотни спасенных жизней. И сейчас, вот за год мы планируем дополнительно открыть 19 смотровых онкологических кабинетов. Как раз именно для того, чтобы это сделать. И важно, что первая урна установлена в нашей онкологической поликлинике. Новой, современной, оснащенной самым передовым оборудованием. Вот именно там решаются вопросы ранней диагностики. С тем, чтобы можно было давать большую гарантию по процессу лечения. Звонок от телезрителей. Алло, говорите пожалуйста в эфире. Алло. Алло. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Меня зовут Максимова Елена Викторовна. Я же проживаю в Борском районе, деревня Колобова, 15. Вы знаете, у нас в деревне нет автобусной остановки. Мы обращались в администрацию Борского района. Потом в автобусное предприятие. И нам ничем не могут помочь. Мы получается в деревне Сашняков или Клюкино ходим домой пешком по трассе. Это более километра. Вот такая вот у нас проблема. Не знаем, кому обратиться, чтобы нам ее помогли решить. Елена Викторовна, я обещаю вам, что поручение сделаю нашим специалистам, которые занимаются транспортным движением, сообщением и обслуживанием населения. С тем, чтобы изучили эту ситуацию и посмотрели, что можно сделать, сколько проживает, какое качество дороги. Все это в комплексе мы изучим и тогда будет принято решение. Валерий Павлович, вот сегодня мы уже в рамках нашего новостной части рассказали о том, что посещали Нижегородский аэропорт, новый терминал. Сейчас он работает в тестовом режиме. А ближайшие планы каковы по развитию нового терминала? Ну, он работает в тестовом режиме. По нашим внутренним рейсам уже полностью освоена вся технология. Выполнены все строительные монтажные работы уже и по международной части. Заказано оборудование, пункты пограничного пропуска. Я думаю, что в апреле месяце эти работы будут завершены. Меня порадовало, что мы получили за два месяца, вот после первого тестового рейса из Москвы в Нижний Новгород, наполнение уже внутреннее, качественное. Появилось много новых сервисов обслуживания. Аэропорт уже очевидно совершенно показывает свой комфорт, свою технологическую способность обеспечить все потребности. В частности, уже открыты и банк, и магазины, и кафе, и рестораны. Это все говорит о том, что даже если ты не дома, то ты можешь получить любую услугу, которую должен и обязан получить. Как и в Европе, у нас теперь можно заказать автомобиль и поехать посмотреть достопримечательности в Семенове, в Дивеево, в Гороце. Кроме этого, если нужно какую-то привезти сувенирную продукцию, которая отражает особенность нашего региона, то большое количество специализированных сувенирных магазинов. Но вместе с тем, конечно, все дополнительные сервисы, они важны, нужны. Но это будет красивая оболочка, если не обеспечена безопасность пассажиров. И в данном случае я тоже проинспектировал установленные металлодетекторы, установленные системы автоматизированного контроля багажа, видеонаблюдения, система ограничения доступа. И все это важно, чтобы работало без таких темных зон, как называемых, там, где это бы не отслеживалось. Поэтому я попросил больше проводить тестовых испытаний с тем, чтобы система работала без сбоев и охватывала бы в полном объеме безопасности. Важно, чтобы пассажир получил полный комфорт и был полностью защищен. В наше такое, довольно-таки, неспокойное время, смотрите, что там происходит в Европе. Поэтому все в целом идет по графикам, по планам, по нашим, как мы и договаривались. Идет постепенное заполнение. И здесь торопить не надо, лучше обеспечить хорошее качество. Звонок еще один от телезрителей. Алло, говорите, пожалуйста, в эфире. Алло. Добрый вечер, Валерий Павлинович. Меня зовут Юлия. Я проживаю в Межгородской области, город Перевод. Обращаюсь к вам с просьбой о помощи в решении вопроса подключения нашего 18-ти квартирного дома к центральной канализационной системе. Дело в том, что у нашего дома индивидуальный септик. И из-за наживных вод он постоянно переполняется. Мы неоднократно обращались в домоправляющую компанию нашего города с вопросом подключения к центральной канализационной системе нашего дома. Где нам отвечали, что необходимо приобрести на отсос за счет жильцов дома, и тогда нам произведут бесплатную его установку. К сожалению, жильцы дома не могут себе этого позволить, так как проживают у нас в основном одни пенсионеры. Помогите нам, пожалуйста. Юлия, хорошо. Обязательно сделаю поручение, чтобы посмотрели, на каком основании вам предлагают такую услугу. Все то, что необходимо для обслуживания населения, в том числе по системе водоснабжения и водоотведения, должны делать управляющие компании и обслуживающие компании. Вы платите в полном объеме за обслуживание жилого фонда. Поэтому, если кто-то взялся за эту работу, должен ее обеспечивать, будем понуждать их, чтобы они свои функции выполняли. Валерий Павлович, вот, насколько известно, сегодня вы начали свой рабочий день с того, что читали лекцию в Княгинино, в Инженерно-экономическом институте. Вы там регулярно с лекциями бываете? Вот на этот раз о чем шла речь? Я там являюсь профессором, потому что это они так сами решили. Это единственное учебное заведение высшее в нашей системе образования области. Остальные все вузы, они федерального подчинения. Поэтому там получают образование люди, которые будут в дальнейшем работать в реальном секторе экономики области, или в социальной сфере, или на предприятиях, учреждениях, которые работают здесь, на нашей земле. Нам важно почувствовать и все сделать для того, чтобы было качественное, хорошее образование. Поэтому я туда езжу и читаю лекции об области развития, об экономике, о текущем состоянии, о перспективах, стратегии, о тактике. Нельзя, не имея кругозора, по области получать хорошее образование. Поэтому большим удовольствием встречаюсь со студентами. Они очень любознательные, очень пытливые такие, задают хорошие вопросы государственного такого значения. Вот сегодня задавали и по высокоскоростной магистрали, и по чемпионату мира 2018 года. Причем с таким интересом, с таким знанием чувствуют, что следят. И я доволен, что сейчас выпускники этого университета нашего пользуются большой популярностью у работодателей. Там хорошая теоретическая подготовка, вместе с тем практический уровень тоже довольно-таки высокий. Работает высокотехнологичный ресурсный центр, оснащенный хорошим оборудованием современным. Уже 400 человек прошли его обучение. И я думаю, что научная деятельность, там 20 изобретений у студентов, тех, кто участвует в научной работе, это тоже говорит о том, что учебный процесс поставлен нормально. И я хочу внести свою лепту. Я ничего не получаю за эту работу, но мне это доставляет удовольствие, потому что общение с молодыми, мы же для них все строим. И новые высокотехнологические рабочие места, новые предприятия, новые учреждения в социальной сфере, они придут работать. А надо знать, что они хотят. Время, к сожалению, стекло. Вот звонки от жителей региона, которые вам поступили. Хорошо, обязательно рассмотрим все эти вопросы и дадим ответ. И самым главным ответом будет их решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова